Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Мир и дар Владимира Набокова к 125-летию со дня рождения писателя К этому писателю читающая публика относится по-разному. Одним он нравится, другие откровенно недолюбливают и не понимают его прозу и поэзию. При этом никто не оспаривает наличие у Владимира Набокова большого таланта, позволяющего ему занять свое особое место во всемирной литературе. Набоков – человек мира, душа его интернациональна. Он опережал свое время, по этой причине многие современники не понимали, не признавали его. Сам Набоков считал себя американским бицеллеристом и поэтом. Он был рожден в России, образование получил в Англии, где ему пришлось изучать французскую литературу. С ранних лет Владимир занимался коллекционированием бабочек, играл в футбол, был заядлым шахматистом, самостоятельно сочинявшим партии. Его лекции по всемирной литературе привлекали слушателей своей необычностью и апатажем. Главной книгой этого писателя считают скандальную «Лолиту» – произведение о нимфолепсии. Именно «Лолита» сделала литератора состоятельным человеком, но в то же время этот роман лишил его Нобелевской премии. Улица Большая Морская – одна из главных фешенебельных улиц дореволюционного Петербурга. На этой улице, в доме номер 47, недалеко от Исаакиевского собора, в трехотажном особняке из розового гранита, 22 апреля 1899 года, родился будущий писатель. Володя был первенцем в известной аристократической семье. Его отец принадлежал к именитому дворянскому роду, занимал видное положение в кадетской партии. Елена Рукавишникова, мать будущего литератора, была дочерью богатейшего золотопромышленника. Семья Набоковых через несколько лет стала многодетной. У маленького Володи появились два брата и две сестры – Сергей, Кирилл, Ольга и Елена. Совстоятельные, прекрасно образованные родители не жалели никаких средств на воспитание и образование детей. Нанимали для них лучших преподавателей. В семилетнем возрасте в душе Владимира Набокова зародилась огромная страсть, которую он пронес через всю свою жизнь. Он стал ловить бабочек, увлекся энтомологией. Мальчик просыпался с мыслью об этих изящных красавицах и засыпал с ней. Жить ему в тот период было невероятно интересно. С самого утра ребенок ждал, какую бабочку подарит ему наступивший день. Время домашнего обучения для него закончилось в 11 лет, после того, как родители записали своего первенца в Тенишевское училище. Это было новое учебное заведение, недавно открывшееся в Северной столице. О нравах, царивших в училище, Набоков вспоминал в автобиографии, вышедшей под названием «Память говори». У подростка сохранилось много обид и претензий к учебному заведению, к его преподавателям и воспитанникам. Чуткий, ранимый мальчик чувствовал острую нелюбовь к себе. Он был слишком непохожим на обычного ученика, а дети этого не прощают. Его обвиняли в снобизме, желании выделяться из толпы, встать над ней. Мальчика называли надменным щеголем, а он всего лишь вел себя так, как привык к собственной семье. Его упрекали за обилие французских и английских выражений в русских сочинениях, которые были обычными и естественными для Набокова. Привыкший к высокому уровню комфорта, новичок отказывался пользоваться грязными полотенцами в мувумальной комнате. И это тоже ставилось ему в вину. Маленький иностранец и дрался не по-русски, бил противника наружными, а не внутренними костяшками кулака. Данное отличие тоже не давало ему сблизиться со сверстниками. Подростка привозили в училище и увозили после уроков на автомобиле, который в то время был большой редкостью и считался роскошью. Один из учителей даже посоветовал мальчику не доезжать до школы несколько кварталов, чтобы его одноклассники не страдали от зависти. Но семья Набоковых не признавала подобного лицемерия, не собиралась щадить чувства окружающих, и мальчика продолжали считать заевшимся высокомерным снобом. В 15-летнем возрасте Володя написал свое первое произведение. Это было стихотворение, создание которого потрясло его как настоящее чудо. Казалось, Володя и сам не ожидал от себя таких достижений. В 1916 году скончался дядюшка будущего литератора, миллионер Владимир Рукавишников. Все свое огромное состояние, усадьбу он завещал тезке, старшему из племянников. Так у будущего писателя появились собственные средства, на которые он издал поэтический сборник. В эту книгу вошло около семи десятков стихотворений. Юношеские творения были несовершенными, во многом подражательными, и писатель уже никогда не переиздавал сборника, считая его слишком слабым. Директором Денишевского училища в то время был Василий Гиппиус, кузен знаменитой поэтессы. Он не мог удержаться от соблазна посмеяться над незрелыми произведениями английского выскочки. Однажды Гиппиус явился в класс со сборником стихов Набокова, читал его с язвительными замечаниями, развлекая не слишком искушенных слушателей. Литератор на всю жизнь запомнил этот всеобщий смех. Свою лепту в посрамлении неудачливого поэта внесла Зинаида Гиппиус. Встретившись с Набоковым-старшим на заседании литературного фонда, поэтесса высокомерно заявила, что его сыну не суждено стать писателем. Пророчество Гиппиус не сбылось. Своими произведениями Набокову удалось завоевать всемирную известность. Пережив революцию 1917 года, семейство Набоковых приняло решение, как можно скорее покинуть северную столицу. Они уехали в Крым, поселились в Гаспре. Многие северяне с трудом привыкают к югу, и для Набокова здесь все было чужим, нерусским. Гаспра с ее незнакомыми запахами и вкусами, пышной растительностью, живо напоминала ему Багдад. Тоскуя о родном севере, Владимир не забывал о литературном творчестве. В начале 1918 года он вместе со своим одноклассником Андреем Балашовым издал новый сборник стихов. Альманах носил название «Два пути», состоял из 12 стихотворений Набокова и 8 произведений Балашова. Почти год состоятельное семейство прожило в Гаспре. Затем отцу Набокова предложили портфель министра юстиции, и он переехал в Симферополь. В конце 1918 года старший Набоков познакомил своего талантливого сына с Максимилианом Волошиным, знаменитым художником и поэтом. Волошин много беседовал с юным собратом по Перу о символизме, рассказывал ему о метрической теории Андрея Белого. Под влиянием этого знакомства Владимир изменил стиль своего творчества. Его стихи, утратив простоту, стали сложными и замысловатыми. Обосновавшись на юге страны, Набоков стал вести альбом «Стихи и поэмы». В этом сборнике он размещал свои стихи, заметки, шахматные задачи. Его изощренный ум и в стихотворениях находил математическую составляющую. Поэт рисовал к своим произведениям диаграммы. Так, диаграмма Большой Медведицы при соединении всех перихиев в произведении выглядит в виде созвездия. В Гаспре литератор подружился с Владимиром Полем, композитором. По просьбе музыканта поэт написал цикл стихов под названием «Ангелы». В данный цикл пошло 9 произведений, что полностью соответствовало ангельской иерархии. Не забывал поэт и о любимой энтомологии. В Крыму он занимался написанием статьи о бабочках, населяющих полуостров. Свои исследования, связанные с этим вопросом, он публикует только через два года в Англии. В середине апреля 1919 года семейство Набоковых покидает Россию. На корабле «Надежда» они прибыли в Константинополь. 23 апреля, в день рождения поэта, семейство оказалось в греческих Афинах. Этой древней стране поэт посвятит несколько своих произведений. Однако, жизнь в Греции не понравилась взыскательному литератору. Он надеялся отыскать здесь прекрасных бабочек, о которых читал в исследованиях энтомологов. Однако, ожидания оказались напрасными. Поэт обошел все окрестности, где видел лишь овечьи стада. Он был вынужден прекратить свои изыскания из-за неадекватного поведения разъяренных пастушьих псов. Впоследствии, любитель бабочек осознал, что просто находился не в той части страны, где водятся прекрасные насекомые. В мае того же года Набоковы поселились в Англии. Они стали жить в комнатах на Стэнхоуп Гарденс. В отличие от многих иммигрантов, состоятельное семейство не бедствовало. У них сохранились некоторые драгоценности, которые можно было продать. Осенью 1919 года Владимир стал студентом Кембриджского университета, куда ему посоветовал поступить в Глеб Строве. Вначале учеба нисколько не радовала его. Студенту пришлось целый семестр препарировать рыб. После в дело обучения вмешался тьютер Гаррисон, который помог иммигранту из России вплотную заняться русской и французской филологией. Семья Набоковых прожила в Лондоне только один год, но сам поэт не поехал на новое место жительства, в Берлин. Ему было необходимо окончить университет. В Германии Набоков-старший стал одним из основателей газеты «Руль». Первый номер нового издания вышел осенью 1920 года. Здесь был опубликован рассказ Ивана Бунина и стихотворение Набокова. Произведение юного поэта вышло под вымышленным именем Кантап, но уже в январе он сменил свой псевдоним, подписывал стихи, как Влад Сирин. Время от времени поэт навещал своих родителей в Берлине. В одной из таких посещений германской столицы ему пришлось пережить страшную трагедию. Во время выступления в Берлинской филармонии бывшего министра временного пролительства Набоков-старший был убит террористами. Пули повредили жизненно важные органы, смерть наступила мгновенно. Кончина отца стала большим потрясением для сына. Он долго не мог выйти из депрессии. Несмотря на горе, поэт вернулся в Англию, успешно сдал экзамены и стал бакалавром. И только после этого переехал в Берлин. В этом городе он стал репетитором, преподавал французский, английский языки, был тренером по боксу, теннису, занимался переводами. Ради заработка не отказывался и от совсем неинтересного ремесла делать описания технических новинок. Он жил в атмосфере вещественной нищеты и духовного благородства. Берлин в тот период называли настоящей столицей русской культуры. Сюда перебралось до трех тысяч российских писателей, политиков, дипломатов. На территории города работало сотни тысяч русских издательств, книжных магазинов. В этой творческой атмосфере молодой литератор чувствовал себя очень гармонично. Он стал сотрудничать с Содружеством Веретино, объединявших писателей и художников, писал стихи для альманаха этого сообщества. А с Чацким и Струве он основал литературное общество Братства Круглого Стола, куда вошли несколько видных представителей литературной миграции. Один из них, Иван Лукаш, в тот период был для поэта близким приятелем. Писатели вместе работали над пантомимами «Вода живая», «Локомотион», «Агасфер» и «Синяя птица». В 1922 году были опубликованы сборники стихов «Горный путь», «Гроздь». Вскоре он начал работу над романом «Машенька», вышедшим в 1926 году. Произведение имело успех, а на Бокове стали говорить, как о талантливом литераторе. Затем была написана и опубликована «Защита Лужина». Тема «Шахматисте» показалась самому автору невероятно сложной. В 1933 году в ответ на приход к власти нацистов Набоков написал свой знаменитый роман «Приглашение на казнь», где героя приговаривают к смерти за его непохожесть на основную массу людей. Через три года семья, опасаясь репрессий, покинула фашистскую Германию и перебралась в Париж. Здесь был написан роман «Дар», с главами которого читатели знакомились во французском альманахе «Современные записки». Полностью «Дар» был опубликован в 1952 году. Автор называл его произведением, главная героиня которого русская литература. А в 1940 году Набоковым чудом удалось покинуть Францию. Так они оказались в Америке, где изгнанникам пришлось часто менять место жительства. Русскоязычный писатель уже не мог печатать свои произведения на родном языке и издавал их на английском, который для него всегда оставался второстепенным. Уже через год вышла новая книга Набокова на английском языке «Истинная жизнь Себастьяна Найта». Кроме этого, литератор читал лекции по русской, мировой литературе, в местных колледжах, университетах, собирая полные залы. Одновременно он работал над романом «Лолита», который впервые опубликовали в Париже. Скандальную книгу много критиковали, одно время ее тираж даже находился под запретом. Но через три года «Лолиту» издали в Америке. Поднятая шумиха принесла известность, а экранизация романа сделала Набокова состоятельным человеком. Любимая автором «Лолита» позволила его семье переехать в Швейцарию, в городок Монтрео. Здесь литератор занимался переводами на английский язык Евгения Онегина, Героя нашего времени, Слово о полку Игореве. Писал антироман «Бледный огонь». Последняя его книга «Лаура» и ее оригинал так и осталась незаконченной. В свое самое смутное мрачное время после кончины Набокова-старшего писатель был помолвлен со Светланой Зиверт. Родители девушки были крайне недовольны выбором дочери, их угнетала неустроенность молодого человека. Они настаивали на расторжении помоловки. Когда это произошло, литератор познакомился с Верой Слоним, родители которой тоже не горели желанием видеть Набокова зятем. Пара поженилась втайне от них. Вера, еврейка по национальности, оказалась мудрой и преданной супругой и родила сына Дмитрия. Большая страсть к ловле бабочек стала для писателя роковой. В 1977 году Владимир Набоков упал во время любимой охоты на бабочек. На высоте 1900 метров он поскользнулся и полетел со склонов. Переломов не было, но какое-то время писатель провел в больнице и пережил операцию. 2 июля 1977 года Набоков скончался от осложнений. Его похоронили на кладбище в Кларане и далеко от Монтрео. Последний роман Лаура и ее оригинал писатель не успел завершить. Он написал завещание, в котором просил жену сжечь рукопись. Вера с Лоним не стала этого делать, так не сжег произведение и сын Набокова. В ноябре 2009 года Лаура и июля оригинал вышел на английском языке и в том же году появился перевод на русский. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жорнакова Жорнакова.